Сюжет футболиста карьеры полностью вымышленный. Всякая сходца с реальными событиями является абсолютно случайным. Всем привет, друзья! С вами Андрей. Это канал Футбол, это жизнь. И это продолжение нашей карьеры за игрока. Итак, кто смотрел предыдущий выпуск, тот знает, что у нас сейчас происходит. Мы перешли с вами в локомотив, как вы уже видите, но в последнем матче, как раз против Уфы, 24 января, мы получили травму под названием «Перелом». Теперь мы до мая, как нам написали, не будем. Будем играть, будем залечивать нашу травму. Вот так вот обидно. Но все-таки мы смогли перейти в хорошую команду, которая сейчас находится в топ-3 и делит, можно сказать, первую строчку с двумя еще московскими командами. Это «Спартак» и «Динамо». Поэтому мне ничего не остается делать, как, скорее всего, сегодня завершить первый сезон нашей карьеры за игроков в «Проэволюшн Сокер 2021». Но потому что, сами видите, мне только разрешат играть в мае, а без геймплея я ролик оставить не могу. Поэтому, скорее всего, так все и выйдет. Переводим мы время с вами. И «Локомотив» обыгрывает «Сочи» на выезде со счетом 2-0. Это отлично. И «Локомотив» становится пока что на первой строчке. Одно очко лидерства над «Зенитом». Вот «Зенит» здесь тоже так взлетел. Так что мы будем надеяться, что у нас вот все получится. Как видите, за «Локомотив» я отыграл два матча всего лишь в прошлом выпуске, да и вообще после перехода. И отдал всего лишь одну голевую передачу. И меня сломали. Так, ну здесь мне, я так понял, на каждую игру теперь будут писать, что мне нужно стопроцентно восстановиться. Сейчас у нас очень важный матч, друзья. Мы играем дома против «Зенита». Это первая и вторая строчка. Это будет очень интересно. Я надеюсь, сейчас покажем хороший результат. И мы победили. Минимально 1-0. Мы обыграли «Зенит» у себя дома. Теперь у нас в два очка лидерства над «Спартаком». В три очка над «Динамо». Это отлично. Пока что все хорошо идет. Я верю, что у нас и дальше так получится идти. Дальше у нас как раз Кубок России. Четвертьфинал против «ЦСК». Но мы играем дома, друзья. «ЦСК» сейчас находится на четвертой строчке. Приходит мне еще одно сообщение. И лучше вам дождаться, когда вы будете на 100% восстановлены. Понятно. Но верю, верю, верю в «Локомотив». Но мы проиграли дома в четвертьфинале «ЦСК». То есть «ЦСК» нас выбили. И когда мы играли за «Химки» в Кубке России по пенальти. И здесь получается. Но если уже не «ЦСК» выиграли, тогда я просто не знаю, кто. Так что все. За «Локомотив» мы даже не сыграли ни в одном кубковом матче. Вот такие вот дела. Но дальше у нас вот идет со «Спартаком». Как раз вот это будет интересно. Но это вы и знает, друзья. Игра будет очень тяжело сейчас. Какой-то действительно тяжелый график нам дают. То с «Зенитом», то со «Спартаком». Теперь дальше вот опять с «ЦСК» мы играем. Дальше потом с «Ростом». Ну ладно, Ростов-то это еще нормально. Потому что они не идут даже сейчас в топ-10. Ну что же. Вы и знает, игра против «Спартака». И мы выиграли 4-2. Очень уверенные. Мы видим победы. Прям забивная. 4 очка у нас теперь лидерство над «Зенитом». Снова «Зенит» на вторую строчку залетает. Но я буду верить, верить, что в первый же сезон у меня получится стать чемпионом. Все-таки за «Локомотив» я два матча успел сыграть. Но вот теперь «ЦСК». Ведь снова этот матч мы в Кубке именно тоже дома проиграли им со счетом 2-0. Будет тяжело. Но я верю. Верю в нашу команду. Ничья. 1-1. Меня это действительно сейчас устраивает. Два очка лидерства у нас над «Зенитом». Это хорошо, мне кажется. Сейчас у нас должны соперники полегче идти. Потому что я там увидел Ростов, Рубин. Дальше сейчас еще кого-нибудь там увидим. Но пока что неплохо остается. У нас 8 туров до конца. У нас сейчас март месяц. Дальше еще и Краснодар там идет. Ну вот, кстати, Ростов залетел в топ-10. Поздравляем их с этим. Они сейчас идут на девятой строчке. Мы играем на выезде. Очень опасный соперник. И ничья 0-0. Ничья 0-0 это очень опасно. И нас обгоняет «Зенит» по разнице забитых и пропущенных. У них 13, у нас 12. Вот это вот обидненько. Теперь будем ждать, чтобы «Зенит» потерял очки. Ну и следующая у нас игра против Рубина дома. 23 тур чемпионата России. Рубин тоже вот шел в предыдущем туре на 10-й вроде строчки. Но вот сейчас он сместился куда-то вот прям ниже. Ну что же, «Локомотив» Рубин. Домашняя игра. И мы проигрываем еще и Рубину 1-0. Но мы остаемся на второй строчке, хотя сейчас мы видим, что «Зенит» сыграли в ничью, я так понимаю. И мы могли их сейчас обгонять, если бы мы обыграли Рубин. Но нет. Мы не смогли дома переиграть команду, которая идет ниже, там, на 10-й строчке. А у нас объявление состава национальных сборных, естественно, нас вряд ли вызовут. Вот. Ну, да, в клубе нам сказали, трудиться нужно. У нас сейчас матч будет против Краснодара. Выездной. Я вообще теперь уже не знаю, на что здесь рассчитывать. Мне бы приятно было бы хоть какую-нибудь медаль бы завоевать в первом же сезоне. Вот. Но сейчас у нас есть, на самом деле, еще и шансы на чемпионство. У всех они есть, мне кажется. Даже у ЦСКА, мне кажется, еще шансы, да, есть. Краснодар «Локомотив». Вызнаем наша игра. И мы проиграли 3-0. Мы проиграли 3-0. Мы также остаемся на второй строчке. Зенит набирает обороты. Слава богу, нас со второй строчки еще не смещают. Но, сами понимаете, Зенит теперь будет очень тяжело догнать, потому что у нас остается 5 матчей до конца. И игра против Ахмата дома. Но это дома, слава богу, против этой команды. Сообщение мы получаем. Еще мы, естественно, не готовы. Ахмат не идет сейчас в топ-10. Но кого это интересовало. Но у нас там 3 матча сейчас нормальные. С Ахматом играем в ничью 2-2. 6 очков уже отставания до Зенита. Но сейчас, я надеюсь, у нас получится догнать. Потому что сейчас у нас, я увидел, там Тамбов. Там дальше Ротор. Поэтому этих команд мы точно должны выигрывать. Надеяться на то, что там у Зенита сейчас трудный график. Но 6 очков, друзья. Это очень обидно. Хотя мы обгоняли на 4, вроде на 4, где-то очка. Зенит. Локомотив 2-0 обыгрывает Тамбов. Очень хорошо. Но все так же, друзья. 6 очков. 6 очков лидерства Зенита. Мы хотя бы укрепляем, наверное, свою вторую строчку. Не знаю. Но сейчас будет игра против Ротора. 27-й тур спустя неделю. Ну и скоро, как мы видим, уже по расписанию. Сейчас конец апреля. Значит, скоро мы тоже должны уже быть заиграны. Но все так же не готовы на 100%. Дальше вы посмотрите. Химки как раз. Урал. Поэтому мне интересно. Мы обыграли минимально Ротор на выезде. Это хорошо. Но все так же. 6 очков. 6 очков лидерства Зенита. Ну вот эта травма очень обидная. Конечно, для нас перелом все-таки был. Ну и теперь май месяц. У нас игра против Химки. Я не знаю, буду ли я готов именно прямо с начала мая играть. Я включен сегодня в стартовый состав. И именно против Химок. Вот тогда. На 3 очка мы обгоняем Спартак. И мы в стартовом сегодня в составе. Врачи дают добро. Ну и все. Вот так вот, друзья. Возвращение мое на футбольное поле после этой травмы. И как раз в матче против Химки. Против моей бывшей команды. Поехали. Итак, Локомотив Москва против Химок. Мы принимаем нашу бывшую команду на стадионе РЖД Аренам. Мы, между прочим, обыграли в составе Химок Локомотив со счетом 1-0. Я тогда отдал вроде голевую даже передачу. И это долгожданное мое возвращение на поле. После этой травмы, которая у нас случилась в январе месяца. 4 месяца мы, получается, вот 3-4 месяца мы не играли. Пошла поддача. А вот и мы подбор выигрываем. И забиваем. Мы забиваем ворота футбольного клуба Химки. Нашей бывшей команде мы забиваем. И это мой первый гол, друзья, за Локомотив. Отлично. Какой хороший. Сейчас удар-то пошел из-за штрафной. Супер гол в первом же матче после вот этой паузы нашей из-за травмы. Действительно, из-за штрафной мы пробиваем. Наверное, на Хомичу было не видно момент удара. Защитники наши, ну, точнее, его защитники и наши атакующие ребята закрывали ему весь обзор, действительно. Одним касанием обработал, вторым, ну, с третьего касания, получается, я пробил. Ну, это классный гол. Третий наш гол вроде в чемпионате России. Но первый гол за Локомотив мы забиваем. И это супер, друзья. Неплохо. А вот и подача. И это гол. И это Антон Миранчук. Он забивает с моей голевой передачи. Получается, Антон Миранчук уже со второй моей голевой передачи забивает. Это моя вторая голевая. Вот, почистил мне еще и бутсы, поцеловал. Сегодня, мне кажется, я лучший игрок здесь на поле. Гол плюс пас за матч. Супер. Супер момент, друзья, в нашей карьере. Вот так вот возвращение на футбольное поле. Но, к сожалению, вряд ли мы в этом сезоне станем с вами чемпионами. Потому что Зенит очень хорошо там набирает форму. Но личная статистика все-таки должна себе тоже показывать. Ломовицкий, падение. И что? И что? Это пенальти? На 74-й минуте, да. Арбитр показывает на точку. Это вообще впервые пенальти, которые назначают в моем, так сказать, в моей карьере в проэволюшене. Вообще в абсолютно всех карьерах на канале. Но здесь, да. Лысов прям на ногу Ломовицкому наступил. И пенальти. Я не знаю, нас будут менять там или нет. Ломовицкий против Гильерме. Мы еще стоимся на поле. Удар, но Ломовицкий забивает. Не потащил Гильерме этот пенальти. И 2-1. Ломовицкий забивает с пенальти. Сам заработал, сам и пробил. И счет уже 2-1 на табло. Остается играть 15 минут. Вот так вот интрига жива, можно сказать. И все, друзья. Арбитр свистит. Наша победа. Наше легендарное возвращение на поле. Гол плюс голевая передача на Антона Миранчука за сегодняшний матч. Мы обыграем футбольный клуб Химки. Нашу бывшую команду. Вот она статистика. У них просто действительно вот только пенальти. И все на этом. Я стал игроком матча. 7-0 у меня оценка. И 28-й тур заканчивается вот так. Вот Зенит там с кем-то походу потерял очки. Сейчас у нас 3 очка разницы. И 72-й рейтинг у меня вот так вот пока что и остается. То есть гол. Вроде 72-й же был у меня, да? Не 71-й, 72-й. Вот. Ну сейчас у нас игра против Урала. Игра выездная. Посмотрим здесь сообщение. Да, центральный нападающий. Вот. И сегодня у нас очередная игра. Но я сказал, мы сегодня точно закончим. Потому что, ну что, это 3 игры. Урал-Локомотив. Сейчас Урал идет ниже 10-й строчки. Поэтому я надеюсь, что у нас получится хорошо отыграть против них. Поехали. Итак, стадион центральный. В городе Екатеринбурге нас принимает Урал. И сегодня у нас 29-й тур. Предпоследний. 3 очка у нас отставания до футбольного клуба «Зенит», который сейчас идет на первой строчке. Мы вроде как укрепились на второй. Но не видел я, что-то не посмотрел отставания третьей команды до нас. И мы забиваем. Урал пропускает от нас этот мяч. Вот так вот. А ведь именно Урал отклонил наш переход в их клуб. Вот. Еще и селфи мы сейчас здесь замутим на стадионе. 31-я минута. Локомотив выходит вперед. Два гола подряд в наших матчах. В двух матчах подряд мы забиваем. И отлично. Теперь-то Урал понимает, кому они отказали. Ведь именно в первой команде я решил все-таки, ладно, не буду я уж там в Краснодар переходить, потому что там конкуренция была серьезная. Причем возрастная, но серьезная. Думаю, ладно, перейду в Урал. Помогу им там. Как мне писали в комментариях, переходи в Урал, выиграешь там, ну, постараешься выйти в Лигу Европы, там, Лигу Чемпионов. Но нет, они мне отказали. Они мне отказали. А вот футбольный клуб Локомотив принял. Принял меня. И вот я радую уже болельщиков, забивая в двух матчах подряд после вот этой серьезной травмы, которая у меня длилась 4 месяца. Минимальная победа Локомотива на выезде со счетом 1-0. Выигрывает Локомотив Урал благодаря моему голу. Но что-то мы с этим так расстроенными. Скорее всего, там, Зенит победил на шансов, типа, нет. На чемпионство, наверное. Не знаю. Вот. Вот она статистика на ваших экранах. И я снова лучший игрок в матче. 7,5 у меня оценка. Так, Зенит, да, обыграли они ЦСКА. И теперь все. Нам надо выигрывать нашего соперника. Это Динамо получается. Больше 4 мяча забивать. Вот. И надеяться на то, что Зенит проиграет свою следующую игру. Мы снова в старте на финальную игру. И потеряны все шансы на победу в Лиге. Теперь, когда не осталось никаких шансов на победу в сезоне Тинькофф Раша, например, Лига, Николич, что не скрывает своего разочарования. Сейчас не время думать о том, что могло бы произойти. Мы просто готовимся к очередной игре. Ну и все. Значит, реально. Похоже, если мы даже выиграем сейчас с Динамо, а Зенит проиграет, то там по очным встречам, скорее всего, из-за этого, мы уже точно не чемпионы. Но все-таки, друзья, у Спартака, не знаю, есть ли шансы. Но мы точно с медалью в этом сезоне закончим. Вот. Ну что же. Сейчас домашняя игра. Последняя в этом сезоне. Вот. Мы в старте. Против Динамо играем. Поехали. Итак, финальная, друзья, у нас игра. 30-й тур. Мы, как пишут про нас с МИ, уже точно не выигрываем чемпионат. Но сейчас будет борьба, скорее всего, за Лигу чемпионов. Если мы со второй строчки, я так понимаю, выходим, ну, точнее, заканчиваем чемпионат, то мы будем играть еще два матча в Лиге чемпионов в стыках. Вот. Там раунд плей-офф, все такое. И вот это, кстати, классно. Дилемма против Шунина. Сейчас прям противостояние еще и сборной России. И левой ногой неплохо так хлистанул. Шунин вряд ли бы потащил, если бы в сторбы хотя бы шло. Но очень хорошо сейчас у нас получилось. Да, под нерабочую, конечно, ногу, но все равно. Снова мы лидеры по касанию мяча. И все, друзья. Со счетом 0-0 заканчивается у нас финальная игра. Вот так вот с Филиппом мы обменялись рукопожатиями. И заканчивается у нас наш первый сезон карьеры за игрока. А лучшим игроком еще и являюсь я. Хотя голов не забил, но, наверное, хорошо все-таки действовал в атаке. Зенит еще и Ростов обыгрался счетом 2-0. Мы занимаем вторую строчку. Мы серебряные призеры чемпионата России нашего первого сезона. А Химки заняли аж 14-ю строчку. То есть вот, когда мы уходили из них, локомотив был выше. Ой, ниже, ниже. У Химки там на третьей строчке где-то находились. Но вот мы ушли. Некому стало забивать. И вот так вот. Сейчас у нас 19 матчей сыгран за первый сезон. 6-6 у меня средняя оценка. 4 гола, 3 голевые передачи мы отдали. Причем 2 гола. То есть ровно половину я забил за Химки. Ровно половину за локомотив. Но голевых я вот больше отдал именно в локомотиве. Причем обе на Алексея Миранчука. Друзья, и тут сборная сезона меня добавили. Причем еще я отлично. Это просто идеальное сложение обстоятельств. Я нахожусь в сборной сезона вместе с Артемом Дзюбой в нападении. И это супер. Антон Миранчук, Джек Гош Криховик еще находится у нас из Химок. Никого тут нету. Так что вот такие вот дела. Все, сейчас мы заканчиваем, я так понял. Там, да, состав сборной мира еще что ли? Что это такое? Просто интересно. Нам не хватило самой малости. Хорев, игрок клуба локомотив, дал следующий комментарий. Ни одна из команд не смогла вырвать победу. И мы, и соперник. Я полагаю, разочарованы таким исходом. В следующий раз титул будет наш, говорю я здесь на пресс-конференции. И объявлен... Где мне теперь посмотреть этот? Индивидуальный титул из сборной мира. Лучший футболист мира у нас это Месси оказался по итогам сезона 2020 года. Второй Роналду, третий Ливандовский. Дальше лучший тренер это Флик там скорее... А, Клоп даже. Вот это да. Неожиданно. Лучший футболист Европы Месси здесь Роналду и Дебрюйны. Хотя я не понимаю, почему Дебрюйны, если Ливандовский там на звание золотого мяча. Ну ладно. Южная Америка здесь Даниалыш, Араскоэта и Габриэль Барбоса. Вот. Лучший футболист Азии у нас это Арнаутович. Дальше Оскар и Паулини. Вот такие вот дела. Ну и сборная месяца. Вот. Мы еще и попали в сборную месяца май получается. За вот эти вот три игры, которые у нас были. Вот такие вот дела. Давайте посмотрим рейтинг клубов еще, так сказать. Ну, здесь первый Барселона, Ливерпуль, Реал. Мы идем на 62-й строчке. Нас даже обгоняет Спартак сейчас. О, вот он у нас выше, а ниже там нас. Именно из России сейчас мы глянем. Как же далеко. Что, никого так и нет, что ли? Динамо Москва, 95-я строчка. По рейтингу национальных команд. Россия находится сейчас на 16 строчке. Здесь Бразилия, Франция, Испания лидируют. Ну и давайте соревнования, сведения тоже мы сейчас посмотрим. В Россию зайдем. Вот таблица для вас еще раз под конец. Можно так посмотреть. Закончили мы вот так вот сезон. Химки бы сейчас боролись бы за выживание. Причем еще в стыковых бы матчах. Но у нас здесь никто не вылетает. Даже вот Уфа и Ахмат остаются. Урал закончил на 12-й строчке. Хотя я хотел туда переходить. А Краснодар закончил на 4-й. И вроде как Краснодар будет сейчас еще бороться за Лигу Европы. Там в стыковых каких-то матчах. Рейтинг голов. Посмотрим мы. Антон Миранчук. 14 забитых мячей на его счету. Он главный бомбардир. Даже Дзюбу обогнал. Вот мы находимся... Ой-ой-ой. Вот мы находимся на 40-й строчке. Ну ничего. Но нас здесь специально так показали. Что все-таки где-то мы на каком-то месте и были. Лучшим ассистентом является Ерохин Ивлашич. Наш тоже здесь Антон Миранчук. Главное не дай бог он сейчас вот уйдет из команды. Спустя сезон после брата. 6 голевых передач у него. Наши передачи. Вот мы на 22-й строчке. С тремя голевыми передачами. Но здесь хотя бы повыше. Индивидуальные титулы. Вот игрок сезона Дзюба. Золотая бутса у Миранчука. У Антона. Лидер голевых передач Ерохин. Ну и лучший тренер это Симак. Потому что все-таки его команда стала обладателем трофея. Поэтому вот такие вот дела. Чемпионат России. Давайте мы не будем ничего вот это здесь не дать. Просто посмотрим кто стал чемпионом. Ростов кстати. Так что вот такие вот дела. ЦСКА проиграли Сочи. Серьезно? 4-2. Сочи обыграли. Я так понял. Или нет? Да. Сочи обыграли ЦСКА 4-2. Ну а Ростов здесь со счетом 1-0. Я так понял. Но прошел Спартак. Поэтому вот. Ну и Ростов поздравляем с победой в Кубке России. Теперь Суперкубок будет зенит. Ростов. Вот такие вот дела. Что там еще по Лиге Чемпионов? Может кому-то тоже будет это интересно. Плей-офф. Просто сейчас мы глянем. Манчестер-Сити наконец становится чемпионом. Баварию они обыграли со счетом 2-0. Лучшим бомбардиром Лиги Чемпионов являются у нас Мбаппе и Салах. 8 мячей они наколотили. Лигу Европы выигрывает Арминия Белферт. Серьезно? Бундеслиги вообще нету в проэволюшене. Это я добавил. Но серьезно они здесь Старина 6-2 вынесли. Рому 5-4. 4-1 Баруси Мюнхен Гладбах. Где они еще здесь? А ну все это типа нет. Вот здесь значит. И 2-1 они вынесли из Панела. Мы поздравляем Арминию с тем что они стали обладателями Лиги Европы. Джекко и Брандт. Юлиан Брандт. Купили ее. Ага я понял здесь смотрите баг. Это Юлиан Брандт в составе Арминии и Холланд в составе Арминии. То есть это. Ты что Баруси Дортмутт у нас получается? Андрес Пирейро здесь я не знаю. Ну вот такой баг ладно. Ну скорее всего Баруси Дортмутт так становится чемпионом и обладателем Лиги Европы. Все. Все мы вроде здесь с вами посмотрели. Вот такие вот. 73 у меня кстати стал рейтинг. Вот такие вот ставки у меня. Ничего такого. Ну говорят что к 21 году я. Будет у меня рейтинг выше 80. Надеюсь. Надеюсь конечно тоже на это. Все проводим время дальше. И со старта следующего сезона я и закончу. Так. Ну еще далее значит. Мы продолжаем. Я не знаю. Что здесь нам остается. Обновление рейтинга команды. И последний день сезона. Ну у нас есть контракт с Локомотивом. Обновление рейтинга клубов что ли? Серьезно? Ох ты. Мы на 44 месте друзья. Мы обогнали Спартак. Они на 49. А выше нас ну Зенит наверное там должен быть. Да. Зенит на 18 строчке находится. Ну неплохо. Благодаря тому что заняли мы вторую строчку. Все мы переходим в следующий сезон. Вот так вот быстро у нас получилось. За три выпуска мы закончили первый сезон. Из-за травмы все. На ваших экранах еще раз. Показываю вам статы мои. Вот записи игроков клуба. Вот. Играл я с августа по январь за Химки. Отыграл 14 матчей. Забил 2 гола. Одну голевую передачу. И за 5 матчей буквально за Локомотив я забил столько же. Но и отдал в 2 раза больше. Вот такие вот результаты. И сезон 21-22 вот-вот начнется. Все. Первый день периода трансера. Напишите друзья. Может быть кто-то хочет чтобы я перешел в какую-нибудь другую команду. Потому что все это воплотимо. Либо я бы остался в Локомотиве. Потому что у меня сейчас. Ух ты. Мы против Тоттенхэма еще сейчас играем в Лиге Чемпионов. И это будет очень тяжело в квалификации. Это прям как если бы Ростов-Макаби прошли бы. Они бы тоже сейчас играли бы с Тоттенхэмом в Лиге Европы. Ну ладно. Все. На вот этой ноте мы заканчиваем. Может быть я перейду сейчас в Зенит. Почему бы и нет. Мы все-таки стали игроком в команде сезона. То есть я один из 11 лучших игроков прошедшего сезона. И почему бы и нет не составить конкуренцию в Зените против Азмуна к примеру. Ну и Дзюби тоже какая-нибудь замена. Тоже могла бы быть. Так что напишите в комментариях. Все обязательно прочитаю. С вами был Андрей. Канал Футбол это жизнь. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик. Чтобы не пропускать наши новые видеоролики. И стримы которые у нас выходят по воскресеньям. С вами был Андрей. Канал Футбол это жизнь. До новых встреч друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok